Уже 10 месяцев на территории Верхней Волжья реализуется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. И пока население области и региональный оператор привыкают друг к другу, в Тверской городской думе обсудили первые итоги перехода на эту систему, а также изменения территориальной схемы обращения с отходами. Подробнее в сюжете Марии Шаловановой. Когда в Тверской области начали внедрять новую систему обращения с ТКО, возник мусорный коллапс. Так его окрестили в СМИ. Региональный оператор не справлялся, контейнеров не хватало, так же, как и количество вывозов этого самого мусора с придомовых территорий. Спустя без малого год все нормализовалось. Более всего обращаются к нам сейчас не только из муниципальных образований, но и из города Твери. Наши избиратели с какими вопросами? Это, конечно, благоустройство контейнерных площадок. И вот нам необходимо выработать тот инструментарий, который позволит, чтобы по всем стандартам было соблюдено санитарные правила, были соблюдены возможности для вывоза крупного говодительного мусора. На круглом столе в Тверской городской думе поднимали вопросы утилизации твердых бытовых отходов. Необходимо взять за основу опыт европейских стран по раздельному сбору мусора и строительство заводов по его переработке. У нас пока по экономическим соображениям, к сожалению, рентабельнее просто вывозить мусор и складировать его, ну, грубо говоря, закапывать. Наверное, это не очень правильно с точки зрения перспектив, экологических перспектив, с точки зрения разрастания таких мусорных полигонов. Поэтому надо, конечно, все-таки склоняться к тем технологиям, которые позволяют мусор сортировать раздельно его, утилизировать к тем технологиям, которые позволяют из мусора вырабатывать энергию. Народные избранники высказали предложение. На ТЭЦ-3 можно построить мусороперерабатывающий завод. Его энергии хватит для того, чтобы использовать ее в целях экономии ресурсов. С этой точки зрения это отличная идея. Одним из итогов встречи стала договоренность по кардинальному изменению территориальной схемы обращения с отходами. Очень много было информации собрано для актуализации территориальной схемы. Это и маршруты движения транспортных средств, и информации о том, где все-таки логичнее всего делать места накопления, места размещения твердокоммунальных отходов. И, естественно, такие мероприятия нам помогают достичь какой-то истины и прийти к какому-то абсолютному решению. Осталось еще много вопросов, которые необходимо будет решить совместными усилиями, отметили депутаты. Поэтому в таком же составе придется собраться снова. Продолжение следует...